Мы убьем ее, потому что мы мужик, потому что мы мужик, мы все можем, мы все можем, мы все можем, мы справимся, мы все... Итак, мои дорогие, сегодня у нас с вами такой небольшой подкаст, я уже делала, когда убивала Делюка. Сегодня поговорим с вами о моих походах на Маленью, потому что только этим я на самом деле и занимаюсь, ни в какие игры я больше не играю, платье Новый РДР пока отложила. Почему на Маленью именно сейчас? Да фиг его знает, мне почему-то захотелось ее закрыть в этом году и уже перейти дальше, как бы знаете, такой гештальт, можно сказать, закрыть, поэтому берите чаечки, кофеечки, покушать, будем с вами общаться. Обязательно пишите, как вы убивали Маленью, сколько вам потребовалось, сами не сами. А я пока расскажу о своем опыте, который происходит прямо сейчас, потому что хожу на нее каждый божий вечер и каждый божий день. Значит, с чего начнем? Когда я начинала вообще ходить на Маленью в том году, я первый трайп провела шикарно, я ушла на вторую фазу буквально через пару секунд. Это в принципе все. Потом я не могла пройти даже два метра, у меня вообще ничего не получалось. Я вот реально помню, что у меня не получалось абсолютно ничего. Именно поэтому через какой-то момент мне стало скучно, потому что вообще ничего не получалось. Я не могла даже половину пробить Маленьи. Ходила я в соло, ну как бы а-ля принципиально, потому что она единственная, что меня интересовало. И я помню, сколько оружки я поменяла, сколько талисманов, я все пыталась что-то коллаборировать, менять характеристики. У меня не получалось ничего и я забила. Прошел год. Я думала, может получится как с Исиносином, когда я пришла и сразу все поняла и погнала. Ничего не получилось. Прошел уже, наверное, месяц или недели три с момента, как я стала снова ходить на Маленью на пятом НГ. Ну, разницы никакой особо нет, в том плане то, что много урона она не наносит. Но по ней проходит много урона. Пыталась я их с дубиной. И как я только не пыталась, в итоге остановилась я на кровотоке, потому что мне уже было лень все это перебрасывать. Я там собрала себе такой небольшой билд, небольшой сэп и стала на нее ходить. И вот первую неделю все было то же самое. Я не могла даже до второй фазы дойти. И вот спустя неделю у меня стали такие подвижки. Я прям с собой горжусь. Я не могу сказать, что она самая сложная, потому что по такому же темпу я ходила на сироту кос. На сироту кос, на Исиносина. Вот была такая же ситуация, но вот на сироте было хуже всего. Вот это на моей памяти был самый сложный босс и самый долгий, потому что я ходила на него только по выходным месяца три. Вот была вот такая какая-то ситуация. Я никак его не понимала. Я могла довести его до второй фазы, но это было все. То есть это был мой предел. На Малиньи, конечно, я до сих пор хожу, но я вспоминаю результат. И опять же принципиально в соло. То есть я ее убивала, но я убивала ее в онлайне. А мне было интересно убить ее именно в соло. И вот сейчас я вот на нее хожу, и это так удивительно, что я начала понимать все, что она делает. Вот реально. То есть я иду на автомате, я прыгаю на автомате, отскакиваю на автомате. Я прохожу вихрь, который я вообще пройти не могла. Просто вот, ну никак. Это был ужас. То есть мне казалось, что я просто упираюсь в стену. И это так интересно, знаете. То есть ты можешь особо не понимать, что происходит. У тебя может не быть быстрой реакции. Но вот это какое-то упорство, вот эта терпимость. Это же надо быть дикой терпилой, чтобы вот так ходить. Понимаете? Пробивать эту стену. Хотя казалось бы, ну и хрен с ней смолений. Че, не в чего играть? А вот хочется закрыть. Хочется принципиально ее закрыть и кайфовать. Вот это очень интересно. И я так рада, что сейчас я могу доходить до второй фазы, до половины второй фазы. И как бы вот ты вроде знаешь, бонусы никакие не получаешь. Но на самом деле какое-то внутреннее удовлетворение, что ты можешь себя преодолевать, вот оно даже важнее всего. Вот я могу так сказать. И если говорить про нее, если бы не вихрь и не ее возможность забирать твое здоровье, она бы была очень легкой. Кровоток у меня, конечно, уже пофиксен. То есть тот урон, который я бы могла наносить, я, конечно, его не наношу, но мне, в принципе, его хватает. То есть мне хватает тех навыков, которые у меня есть сейчас, чтобы ее добить. Вопрос лишь во времени. Но опять же, вот многие скажут, да нафиг оно надо, господи. Или там кто-то скажет, я убил ее со второй попытки. Ну, тут, знаете, ситуация неоднозначная. Кто-то со второй, кто-то с пятидесятой, кто-то там с миллионной. Но вот хочется ее добить и все. Но сказать, что это какой-то самый шедевральный босс, я бы так не сказала. Мне вот сиротокос даже больше нравился, чем моление. Но в данном случае я действительно больше горжусь тем, что я смогла дойти до второй фазы, до половины второй фазы. Это удивительно. Это вообще удивительно, при том, что она для меня была не самой сложной, она была для меня самой непонятной. Вот если босса не понимаешь, вообще, конечно, очень тяжело после этого. И вот я ее не понимала вообще, ну, то есть в нулищу. Но сейчас, причем это так интересно, ты как будто бы начинаешь чувствовать, в какой момент что она будет делать. Ну, то есть когда она делает лезвие, например, на тебя, да, вот у нее искра из лезвия летит, ты начинаешь понимать, в какой момент она будет дублировать это лезвие, а в какой момент нет. Или в какой момент сейчас после вихря, к концу первой фазы, вот когда чуть-чуть остается, в какой момент хиляться можно, а в какой нельзя. В какой момент она пойдет на тебя, а в какой момент не пойдет. То есть ты как-то это начинаешь понимать абсолютно интуитивно. Вот это очень удивительно, потому что по движениям ничего не меняется. Но ты четко видишь этот результат, видишь эту разницу, причем так еще она классно сделана, и вообще они все боссы в Элдоне именно в этой части хорошо сделаны, чем активней ты агришься на них, то есть, например, на Маленью, вот чем больше ты наносишь ударов в серию, тем активнее она становится на тебя. То есть, если ты ходишь по локации, ходишь-ходишь, она не будет особо активна, но если ты наносишь серию ударов на нее, она начинает агриться в два раза сильнее на первой фазе, на второй она, в принципе, только за тобой бегает, она тебе вообще там не дает никакого продуху, но на первой, то есть, вот это усиление в процентном соотношении, как в ее сторону, так и в твою сторону идет обратно, вот это очень классный прикол, мне он очень нравится, ну, в плане интереса, знаете. Ну, а сказать, что я ее убью и получу какой-то прям вау-эффект, да нет, я поставлю галочку себе внутри и дальше пойду, вот такой будет результат на самом деле, потому что я не могу сказать, что она мне нравится, ну, правда, ну, как-то нет у меня к ней особого вожделения, это просто такая галочка для себя, потому что ты убила ее и все. И Сина-Сина в этом плане мне нравился больше, и Сиротокос мне нравился больше, но вот хочется закрыть, вот закрыть и какой-то вот такой, знаете, гештальт, гештальт для себя, что ты убила ее в соло, то есть принципиально, чтобы я убила ее именно в соло, не в онлайне, не с призраком, просто в соло. И на это ты готова тратить очень много времени, вот я трачу каждый вечер. И мне нравится результат, который я вижу вот где-то посередине, то есть ты еще и не убила ее, но при этом ты видишь разницу с тем, как ты начинала, когда ты вообще ничего не понимала, вообще ничего. И вот потихонечку, потихонечку, вот этот шаг за шагом, он как-то приближает тебя к ее смерти. Вот это вообще класс, потому что мне казалось, что это вообще нереально, что дойти до второй фазы, это нереально, что сбить половину здоровья на второй фазе, это нереально. Сейчас это вообще не проблема, вот представляете, как интересно. Так что вот вам немножко на 8 минут, немножечко омолений из Elden Ring, добью, сделаю вам, конечно же, видосик. Лайки, подписочки, колокольчики и увидимся, услышимся в следующем видео.